В России кипят страсти вокруг обязательного техосмотра. Так, начальник российской ГИБДД Михаил Черников сделал удивительное заявление. Оказывается, МВД готова отменить обязательный технический контроль, сделав процедуру добровольной. МВД подготовило предложение в правительство Российской Федерации по внесению изменений в федеральный закон 170 о техническом осмотре и 196 о безопасности дорожного движения, где процедура прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной. Это заявление вызвало целый шквал обсуждений, но осталось только словами. А следом случилось совсем фантастическое. Госдума приняла поправки об отвязывании полиса ОСАГО от диагностической карты. Если законопроект будет утвержден Советом Федерации и подписан президентом России, то начнет работать 22 августа. С этого момента при заключении договора ОСАГО диагностическая карта, что выдается после техосмотра, больше не потребуется. Идея этих поправок принадлежит Российскому Союзу автостраховщиков, который испугался возможного коллапса. В России сейчас возник дефицит пунктов техосмотров, отвечающих более жестким требованиям, что были введены минувшей весной. Напомним, от операторов потребовали усиление производственно-технической базы. Машина теперь фотографируется, а диагностическая карта отныне подлежит заверению, усиленной электронной подписью. Важно уточнить, принятый закон никак не меняет статус техосмотра. То есть он остается обязательным для всех автомобилей. Хотя штраф за нарушение этого требования для владельцев легковушек пока не предусмотрен. При этом статья 14 закона об ОСАГО также остается неизменной. Это подразумевает следующее. С виновника ДТП страховщики при желании смогут заискать сумму ущерба, если автомобиль ездил по дорогам без действующей диагностической карты. Кроме того, с 1 марта 2022 года вступает новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. С этого момента штрафовать за отсутствие техосмотра будут на 2000 рублей. Любопытно, что фиксацию нарушений планируется возложить на автоматические камеры. При том штрафовать нарушителя смогут ежедневно. Это должно отбить всякое желание ездить, не имея диагностической карты. В любом случае, до следующей весны многие автомобилисты вряд ли захотят добровольно проходить техосмотр. Ведь пока нет жестких наказаний. Рассчитывать на людскую сознательность не приходится.